Но это не нужно, хотели там или продолжить послужение, немножко там мы не вместились получается, да? Или же в сетях? История очень интересная. И свидетельство тоже, да. Вот, детки. Сына, садись. Сюда, садись. Сюда, сюда. Сюда, садись. Да, пол. Владикат, это может из дома? Давай постои. Это по великой слайдочности просто. Давай, давай, давай. В ногах, правда. Владик. Комон. Владик. Владик. Это нашим всему ролик. Я сюда посадил. Я вот сюда просид. Тоже можешь садиться сюда. Влад, тут есть, но садись сюда. Садись сюда. Садись сюда. Прекрасно, молодец. Да, есть, пролись сюда. Извеченье. Нет, нет, вот тут. Ты не так садишь, как я? Да, слава Богу. Я думаю, что так скоро новенько. Не-не-не, я так люблю сидеть. Это спортсмен. Да. Так вот, братья и сестры. Будем мы уважнее. Да. Вот самый уважный, да? Максимус. Да, слава Богу. И, вы знаете, вот сегодня у меня служение. Слава Богу. Да, мне тоже очень понравилось служение и само присутствие Божье, и вообще благословение. Слава Богу. И тема, знаете, вот она большая на самом деле. Вот та тема, которую я сегодня поделился, о благословениях, на самом деле она очень большая тема. И, ну, если брать библейский, то фактически в любой книге Библии есть тема благословения. В любой книге Библии есть примеры благословений. Есть, как бы, учение о том, к чему приводят благословения. И, вы знаете, вот, есть такая древняя традиция. Она еще идет со времен учителей Моисеевых. Древняя традиция. Вся Библия разбивается на главы. Такие не главы, а вот в синодальном, вообще в нашей христианской Библии, допустим, есть деление на главы, да? В любой книге. А есть есть Тора. Пятикнижие Моисеева. Тора. И она делится на такие, как вот есть слово, параша. Значит там, это значит, знаете, очень многие слова в плотном, в таком демоническом мире, они стали, значит, оскорбительными словами. Но вообще они хорошие слова, значит, изначально очень мудрые, хорошие вещи. Это означает раздел Торы с толкованиями, с объяснениями. Раздел Торы определенный. И вот, значит, и есть раздел Торы. Вот в прошлую субботу, вчера завершался двенадцатый раздел Торы. Это книга Бытие. Последние главы книги Бытия. И, вы знаете, вот книга Бытие, ну, исход понятен, да? Это книга следующая, да? Это исход из рабства. Вот. Числа, там, вторзаконие, там, левит. Все понятно вроде бы. А вот Бытие, какая вот идея книга Бытия? Показать, конечно же, ну, вначале творение, с чего все начиналось, да? Начало творения Божьего, этого мира. Значит, начало человечества, первые шаги, первая семья. Все первые. Первые падения, да? Болезни первые. Все, как бы, да, значит, впервые. И к концу этой книги Бытия рождается народ. Ну, Авраам мы знаем в Бытие, да? Он рождает Исаака, Исаака рождает Якова, Яков рождает патриархов. И вот книга Бытия завершается благоставением, по сути, Якова. Израиль благоставляет детей, включая Ефрема и Монасия, значит, это дети Иосифа, которых Яков называет своими детьми. Как будто они его дети. Хотя они ему внуки. Ефрем и Монасия. И мы знаем, что он даже благоставляет их по-особенному. Вообще-то обычно в Библии мы видим пример, что родители благоставляют своих детей, потом внуков. А здесь, получается, он вначале внуков благоставляет Яков. И благоставляет их по-особенному. Он благоставляет их не по старшинству. Меняет местами, как бы, их. Тоже очень интересный пример. Менаше, Менаше, по-еврейски. Это означает, в Библии, даже в русском переводе тоже есть объяснения некоторые. И в комментариях есть объяснения. Это, по сути, забвение. Забыл народ, родство свое, он в чужой земле. И, кстати, Иосиф, эта жена была из жреческого сословия, то есть, из оккультной семьи. И в городе священство оккультного, вот этого, египетского... То есть, окружение у Ефрема и Манаси было самое неблагоприятное для, как бы, еврейских мальчиков. Значит, с одной стороны, представьте, чему могли доброму научиться эти мальчишки, если кругом были не то, что неверующие, а конкретно оккультисты. Значит, жрецы, их дети, то есть, которые с малых лет посвящены уже бесам конкретно. Представьте. И, интересно, Яков, он очень мудро благоставил их, переставив местами. Значит, и в этом был, как говорится, промысел Божий, на самом деле. Бог вообще избирает и благоставляет не обязательно по старшинству. Из этого мы можем научиться примера. Ну, и как и до того. До этого примера тоже есть как раз иллюстрация, когда Бог, допустим, Исава возненавидел, да, Якова благоставил. То же самое. Значит, знаете, Бог смотрит не на даже твое родство и не на то, первый ты или второй рожденный, или же, допустим, где ты рос среди там оккультистов, как вот, Ефрема монахи, или же жил возле Якова. Значит, да. То есть, Бог смотрит на сердца человеческие. И интересно, вот с того самого времени, с благоставения Якова, Яков он благоставлял Ефрема и Монасию. И вот с тех пор, вот сколько столетия прошло, тысячелетия прошли уже, до сих пор, когда вот начинается шаббат, пятница вечер, ну, в тех семьях иудейских, которые сохраняют какие-то традиции, или же там, или наоборот, их глядут, до сих пор, глава семейства, отец, он благоставляет своих сыновей и говорит слова благоставения, пусть Бог благоствует, как Ефрема и Монасию. То есть, вот, с тех пор это благоставение, оно произносится. А в наши дни это вообще очень даже актуально, потому что окружение наших детей, оно тоже очень часто и демоническое, и, значит, такое, и атеистическое, всякое, всякое, всякое окружение бывает. И чтобы Бог сохранил и дал им веру, как вот Тимофею, да, которая была бабушке, потом матери его, вот, чтобы Господь детей наших охранял, вот это благоставение очень важное, хотя бы раз в неделю, вот, но, значит, важно родителям благоставлять своих детей, а вообще-то это каждодневно даже, очень даже хорошо благоставение, вообще произносить своими словами, какое благоставение от сердца. Но уж, вот, раз в неделю это уже обязательно должно звучать такое благоставение на сыновей, на дочерей благоставение. Вот, и в этом большая сила. Потому что в этом мире, как написано, при любодейном и грешном, да, в этом мире, где написано нечестивый еще делает нечестие, да, а святой еще освящается. То есть, есть действие проклятия, есть действие благоставения. Вот, и у кого-то проклятие на проклятие, у кого-то благоставение на благоставение. Вот, если мы хотим действительно благоставение на благоставение, то должны благоставлять. Несмотря ни на что, благоставлять, благоставлять, благоставлять. Слава Богу, тем более, что свои детей И знаете, вот эти благоставения Интересно, Яков, он благоставлял своих детей И говорил интересные слова о каждом из них Особые слова Вот мы должны, я так понимаю, когда мы благоставляем Мы должны на самом деле благоставлять, знаете, как семя детей Благоставлять их на то, чтобы они умножились Благоставлять на то, что они состоялись На то, что воля Божья, она благая, угодно Она совершилась в их судьбах И вот как раз, собственно, этими благоставениями завершается книга Бытия Это последняя, как бы финальная такая часть этой книги Благоставения Берешит Или Берешит, значит, как раз вот именно В миру тоже привыкли говорить о Берешит, значит Да, значит, там много чего На самом деле Берешит, это действительно И Берешит, это действительно Это то, с чего начинается Библия наша вообще Это книга Бытия Вот, и вы знаете Вот, следующую субботу уже начинается Первая глава книги Исход Читаться Ну, по порядку, как бы, годичный цикл таких Чтений существует определенный Он с незапамятных времен Уже, как бы, традиция такая, как бы, уже Даже Иисус, он по обыкновению своему ходил в синагогу То есть, у него тоже было обыкновение Как и у всех остальных Вот, весь цикл этот годичный В течение своей жизни прослушивать И комментарии, слушать определенные Значит, объяснения Вот этих событий И, знаете, вот В Писании Мы видим Знаете, вот эти люди древние Да, вот той древности библейской Они очень сильно Как сказать Наблюдали за этим благоставением И отмечали для себя И даже боролись за это благоставение Знаете, вот как Яков, да Вот, и как Иосиф, допустим, видит, что отец Не так, как он предполагает Значит, благоставляет Не так отец И хотел руку переложить Вот, значит Ну, Яков, он хотя и старый Но не получилось у Иосифа У него крепкая хватка Знаете, он все время в шатрах Крепкий был дедушка Не удалось ему руку убрать его Значит, крепкий был старик Хотя, написано, был болен Уже, значит, уже, да Но, значит, там порох в пороховнице был еще Вот, значит, он не сдался И, а почему Иосифа хотел переложить-то? Потому что он, ну, видишь, порядок не тот Его понимание должно быть другое благоставение, конечно Вот, и слава Богу, что, знаете, вот Люди вот того библейского времени Очень часто, ну, ценили это благоставение Сегодняшние люди, как правило, не ценят этого благоставения И даже все реже и реже замечают ценность этого благоставения Знаете, в нееврейской культуре вообще, фактически Проклятие, оно, как бы, считается нормой, к сожалению Нормой Оно считается... Даже многие люди... Хотя есть народная мудрость, которая говорит, конечно, даже там Ну, сто раз назови свиней, на сот раз человек хрюкнет То есть люди тоже замечают, в принципе, как бы Вот, как бы, причинно-следственную связь определенную Но все равно, несмотря на эту народную мудрость Все равно существует повседневная такая вот Речь проклятий всевозможных И на детей, и на взрослых, и на правителей На все, что хочешь вообще Вот, а это, как бы, вот, ну, незнание Это вообще, вот, действительно, проклятие на проклятие Но верующие, если мы на лозе Если мы, действительно, вот, общники сока и корней, маслин Да, мы должны научиться благоставлять Хотя бы промолчать Значит, как бы, да Это уже, уже великая вещь Но, вообще-то, не молчащий он будет благоставлен А благоставляющий будет благоставлен Понимаете, значит, не просто не проклинающий Не проклинающий он просто не будет Да, воздержавшийся он просто воздержится от всего Это нейтрально, это как желтый свет, значит Он и не красный, и не зеленый, как бы Можешь проскочить, а можешь и не проскочить Кто его знает вообще Вот, значит, как пойдет дальше А конкретно, чтобы благоставлять Надо учиться благоставлять Одна, я помню, там, в Орле, что ли, или в Туле Я уж не помню Приезжала девушка, мексиканка Да, мексиканка Она, кстати, в Мексике, вот, на днях у нас родился там У нашего, вот, одного священника Внук как раз родился там, да Ее дочка вышла замуж там, за мексиканца В сомбреро родился Да, видимо, в сомбреро Но украинец Украинец в сомбреро, блин Там такой мексиканский сериал Да, слава Богу Да Хорошо, когда и любовь, морковь, значит И вот еще в вере, когда Слава Богу, значит И, значит, и вы знаете, значит Вот эта девушка, мексиканка, она, значит Как сказала Там по поводу еврейского служения шла речь Она, говорит, мы, как Мексика, как народ Мы никогда, говорит, евреев не гнали Вроде бы, значит, ничего плохого не сделали никогда Евреев не проклинали никогда В принципе, ну, говорит, такого у нас в истории не было Ну, и, в принципе, как и евреев практически не было в Мексике Никогда практически Ну, был, немного было Вот, и, значит, и много, вот, я так подумала, говорит Что мы, в принципе, ничего хорошего не делали никогда Израилю, евреям То есть, как мы никогда не благоставляли Вот, и у меня, говорит, как-то У нее, как-то, как-то открылись глаза Так, чтобы мы были, как страна, были благословенны, мы должны научиться благословлять. Не просто в чем-то не участвовать, что-то не делать. Вздержаться. Да, вздержаться, да. А благословлять научиться. И вот, и слава Богу, Господь через таких простых верующих, там, мексиканским этим служителям, стал открывать вот эту правду, чтобы научиться благословлять. Вот. И чтобы быть благословением. И, ну, и так коротко еще скажу, знаете, вот пару примеров таких. Ну, из Нового Завета. Самый великий пример, это, конечно, сам Иисус Христос. Самый Ишуа Машех, да, благоставляющий даже на кресте. Когда, казалось бы, он имел полное основание, значит, проклясть распинателей и пособников их, и тех, кто кричал «распни, распни», и тех, кто эту казнь приводил в исполнение, он имел бы полное моральное право проклясть. Значит, и он даже не сомневался в этом, и он даже говорил, что я могу молить Отца, и 12 легионов ангелов, значит, придут, значит, то есть это огромное количество ангелов, которые могут расправиться очень жестоко и жестко. Вот. Не только с убийцами, но и планетарного масштаба катаклизм устроить. Зачистывали. Да, это будет что-то страшное, представьте себе, если там в Библии рассказывается, что даже бывало, что один ангел, и то, какие беды производил. Вот. В царство, 4 царство, помните, да, когда на Иерусалим пришли язычники опять, вот, значит, и, значит, какая там, 19 глава, по-моему, 20, 21, дальше, там, вот эти главы, рассказывающие о вот этой осаде Иерусалима, значит, войска подошли, значит, и все, шансов у Иерусалима не было по-человечески. Вот. Но уже пред Богом уже просто, уже была молитва, и Господь заступился за Иерусалим, и ангел прошелся ночью там по рядам противника. Слетение, да. Там убийство было, там массовое было убийство, там 100 с чем-то тысяч погибло, ни с того, ни с сего, прямо ночью погибли. Ангел убил, поразил, именно, притом, гвардию поразил, самых отборных воинов, вот, на которых, ну, как бы, видимо, ну, знаете, когда, да, вот, бросают, вначале, там, 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 так, молодежь, там, еще было, а потом уже таких вояк, которые рубят просто все. Значит, и вот их поразил, как раз, этот Господень ангел, один ангел, там, 100 с чем-то тысяч там поразил, в одну ночь, вот. А если бы Иисус умолил бы отца, значит, да, и тот прислал бы там пару этих спецподразделений, таких ангелов, да, значит, то, конечно, значит, там, там была бы такая зачистка, там, мало не покажется. Вот, значит, но, вы знаете, Иисус, имея вот это основание, да, Он не воспользовался этим. Представьте, значит, не воспользовался, а благоставлял, просто благоставлял, несмотря ни на что. И в этом величайшая сила, оказывается, на самом деле. Величайшая сила, Он не только исполнил библейские пророчества, конечно, тем самым, вот, как овца был веден на заклание, не открывал, безгласен, предстригущий его, да, значит, то есть, как бы, значит, но Он открыл дорогу для благословения всех нас. Ну, Стефанов вспомним, да, значит, тоже, Его убивали, но Он благоставлял. Знаете, значит, один из убийц, тех, кто одобрял до убийства, да, Саму, у Его ног одежды складывали, значит, ну, как бы, гардеробом служил, получается, значит. Вот, Он одобрял убийства, и этот человек впоследствии стал одним из величайших служителей в истории христианства, да, апостол Павел. Вот, и я думаю, что благословение Стефана, оно здесь не последнюю роль сыграло. Вот, именно благословение. Вот, и когда мы благоставляем, то величайшая сила освобождается вообще. То есть, можно я немножко? Да. То есть, получается, что благословение, или вернее, когда несправедливо к тебе относятся, вот то, что мы часто переживаем, с тобой плохо поступают. И как будто ты находишь основание, но как будто бы это оправдание, чтобы как-то отреагировать, но все-таки здесь большую роль играет сам мотив и сама начинка, что мы все-таки, ну, другая мотивация должна быть, вот Божья мотивация, да, не поступить так, как у тебя первая реакция плоти. Искушение есть сделать так, вы знаете, вот как американцы, многие говорят, христиане, вот как бы поступил Иисус, вот, очень хороший пример такой, моделировать, да, как бы поступил Иисус. В принципе, это очень верное высказывание, Билл Грэп, по-моему, тоже как раз на прокладе высказывал это слово, как бы поступил Иисус. Вот интересно, в принципе, на самом деле, для христиан из всех персонажей Библии, да, из всей Библии только лишь одна личность является примером абсолютным для подражания, то есть, как бы, значит, универсальным примером, да, это вот только Иисус. Больше никто, абсолютно никто, даже самых великих библейских героев, вот, насчет, и в этом тоже большая мудрость. Я не знаю, я даже на такие вещи, может, говорю, которые, как бы, может, как крамольные, не крамольные, я не говорю, что это истина, но стопроцентная, но просто как мне вот открытое, допустим, я рассказываю. Даже, допустим, истории вот с апостолами, вот с Анани, с Афирами, значит, там, допустим, вот я тоже смотрел, с одной стороны, это сила Божья, явление силы Божьей, а с другой стороны, знаете, я так рассуждал, как бы поступил Иисус. У него было больше оснований Иуду, также, который был вором, и который таскал ящик, и неужели Иисус не знал, что его бухгалтер там вороватый? Сто процентов знал, вот, сто процентов знал, значит, и у него были, я думаю, все, больше, веские, более веские основания даже, потому что Иуда тоже лгал Духу Святому. И это один из примеров, вот таких примеров, там, может быть, даже десятки примеров в Библии можно найти, когда у Иисуса были основания, действительно, ну, так, как в кавычках, благословить, чтобы, значит, там, руки-ноги обломать, значит, там, у многих очень людей, или чтобы у них, там, языки отсохли, значит, там, или что-то, или руки отсохли. Я был свидетелем таких моментов, когда люди благословлялись с огорченным сердцем, и это как проклен выглядело. Тобой ты благословен, да, и с таким тяжелым, вот, именно, это очень, да, какой такой, да, момент, то есть, что... Ну, хотя, конечно, с одной стороны, это... Одежда благословения, вроде, но проклен, да, 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 проклен оделся в красивой одежде. Ну, понятно, а ну, как... Вместо материчины, ну, какой-то такой... Это христианская материчина, да, да? Ну, как то же самое, многие матерятся не со зла, вот, я смотрю, многие матерятся просто, это, как бы, у них... Они даже не понимают, что это, ну, такие слова, и мать твою, и что, я думаю, вот это... Он серьезно, если он так даже подумает, значит, что он говорит вообще, бред какой-то вообще. Вот, а со стороны, как бы, это очень сильно заметно. А когда человек в этом живет, как бы, ему и все, и мать не мать ему, и вообще, ему вообще все по барабану, он это говорит, значит, и даже не думает, как бы, о том, что он говорит проклятие, значит, и говорит такие ужасные вещи. Вот, понимаете, значит, это все, конечно, вот эти, ну, языческое мышление вообще как таковое, да, взять, оно, как бы, замешано, что ли, да, на проклятии. Хотя и в языческих народах во многих есть понимание, ну, благоставений, как бы, и добрых слов, и материнского, родительского благоставения, то есть это в любых народах, даже самых, казалось бы, таких далеких от Бога, все равно есть ростки, там, здравого смысла какого-то, значит, и какого-то уважения, там, значит, там, и прочее. То есть Бог-то, Он создал-то всех нас от одной крови, в конце концов, Он не создавал, там, от разных кровей, там, значит, там, и с разными мозгами, там, значит, в принципе, Он создавал всех с одной душой, и, как бы, и с одного теста, как бы, слепил-то всех нас-то, будем так говорить, вот, с одними, как бы, желаниями жить счастливо, как бы, значит, там, и любой человек, будь он, там, черный или белый, там, или, там, даже самого, там, народа, может быть, совершенно проклятого, казалось бы, Но, если он заболеет, допустим, он все равно хочет вылечиться, да, как-то интуитивно, даже если он, нет, все равно, желание жить без болезни, да, без старости, значит, там, значит, там, ну, это все, естественно, Бог вложил в каждого человека. И в благословение тоже Бог вложил желание. Только вот, именно, единственный народ, вот, как мы в Библии видим, который с самого первого своего, с самого начала, с самого зачатия и самого рождения, который был замешан именно на благословение, это народ Израиля. Вот, это так, Бог взял Абрама, сделав его Аврагамом, значит, и уже от столетнего родив Исаака, хотя у него был первенец, Измаил, казалось бы, значит, и чисто по-человечески он должен быть, как раз, наследником всего, да, но Божий замысел был не просто родить мальчика, не просто еще один народ создать, и без того много народов еще один народ создать, нет, промысел Божий был создать народ святой с особым поручением, с особым миссией, планетарного масштаба такой миссии. И то, что Авраам не дождался, и Сара, и вот Агарь родила, значит, им, значит, да, получается, сына, ему первенца родила, вот, это не было именно, ну, совершенной Божьей волей, Божьей волей, не было совершенно. Это было, ну, как бы, так, частичным исполнением слов Божьих, но не полным, а полуправда бывает хуже, чем ложь откровенная. И, да, значит, Авраамова, Семя, но не все дети Авраама, которые от Авраама, вот, есть дети веры, и вот, значит, именно не от Измаила, а именно от Исаака пошло именно Божье, вот это родство. Божье семейство. И вот в конце книги Ботия, как раз, это очень четко прослеживается, вот, и потом еще, потом уже в Торе еще тоже на всех, на все колены Израилева благословение повторит еще и Моисей, вот, он тоже будет пророчески говорить ко всем коленам особые свои, вот, такие благословения от Бога. Ну, можно было бы как-то, вот, нам понять, такое, как бы, определение, каковы условия, ну, все хотят быть благословенными людьми, все принять хотят благословение, ну, вот, Боже, благослови, да. Любой нормальный человек. Да, действительно, обусловлено ли это, вот, ну, то есть, есть ли условия для этого, или это безусловно? Ну, например, я, я бы видел, например, условия, что это зависит, имеет прямое следствие твоего отношения к другим, да, вот, ну, как бы, и так далее, да, вот, как это вот... Сто процентов, даже Бог, Библия, вот, допустим, в исходе, да, вот, дает заповеди, и есть, допустим, да, вообще, во всей Библии много вот этих но, или если, много очень этих условий, на самом деле. Библия очень многих церквей, христианских, допустим, молодых особенно, это в том, что берут обетование Бога, и их провозглашают, и ожидают их исполнения, но, вот, не учитывая, вот, это если и но. То есть, как бы, а это, получается, опять-таки, вырвать из закона то, что тебе нужно сейчас, допустим, да, значит, и угодно тебе сейчас. Вот, это не брать все, как бы, в контексте, вот, поэтому, значит, есть обусловность, допустим, есть Божий закон, то же самое, допустим, о почитании к родителям, да, допустим, там говорится, что долголетен будешь на земле, да, интересно, очень благословение, оно, оказывается, связано вот с этим. И интересно, даже в тех народах, где, казалось бы, там, может быть, и так сильно закон Божий не знают, и слова мало знают, но там, где это соблюдается, да, уважение, там Бог и благоставляет, и прибавляет. Вот, а в тех народах, где, казалось бы, значит, там даже, может, и знают, и христиане, но где это не живут этим принципом, да, вот, этим словом, то, значит, Бог и укорачивает, значит, и сокращает, отрезает время. Вот, потому что верующий-то, чем, в принципе, от неверующего еще отличается, что неверующий, он, значит, не знает этих принципов, значит, да, значит, как слепой просто ходит, тыкаясь, значит, натыкаясь на что-то. Может и правильно найти дорогу, может и неправильно, кто его знает. А верующий, он знает, может знать, да, но другое дело, что да, не исполняет, да. Вот это уже другое дело, да. А, кстати, на Суккот, вот, еврейский праздник, библейский, это Господний праздник поставления кущей, Суккот, значит, там, значит, есть такая древняя традиция еврейская, значит, она соблюдается по сей день, значит, ну, это то, что Бог в Писании и говорил. Четыре вида растений там перечисляются, и вместе с ними будешь торжествовать пред Богом, значит, всю неделю, значит, Суккотскую, значит, именно вот это вот поставление кущей. И в описаниях этих, там, ну, как бы, много непонятного для нас, может быть, кто не соприказался с этим в жизни. А вообще-то, там перечисляются четыре очень разных вида растений. Вот. И мудрецы, еще вот с тех незапамятных времен, по сей час, в принципе, значит, толкуют, значит, толкователи писаний, еврейские, да и многие христианские тоже, что эти четыре вида растения, они имеют в виду, подразумевают, вот, четыре, как бы, типа верующих иудеев, вообще, ну, и, можно сказать, и христиан, верующих. Вот. Вот. Одно из этих описанных растений, оно имеет и вкус, и запах. Вот. И оно подразумевает собой театрок, да, значит, оно, как лимон, наподобие. Вот. Вот. Значит, оно подразумевает собой тех верующих, которые имеют и познание Слова Божьего, и исполнение Его в своей жизни. Как Иисус говорил, блаженнослышащий Слово Божие, исполняющий Его. Вот. Другое из описанных растений имеет только запах, но не имеет вкуса абсолютно никакого. Вот. Третий имеет вкус, но запаха никакого нету. А четвертое из описанных, там, оно не имеет ни вкуса, и ни запаха. Вот. Это те, кто не имеют ни познания Торы, ни познания Слова Божьего, и в своей жизни не имеет исполнения этого Слова. А те двое предыдущих, они означают, один знающий Писание, но не исполняющий в своей жизни. Другой исполняющий в жизни Слова, значит, но не имеющий познаний в самом Слове глубоких, значит. И когда совершаются эти обряды этого Суфота, то все четыре этих вида, они берутся вместе и потрясаются на все стороны света. И это, как бы, означает, как считается, вот, с тех времен, что народ, он единый, мы должны быть вместе. Мы должны вместе. И даже те, кто верующие, что только лишь Писание знают, но в своей жизни не практикуют. Мы не должны их отвергать. И те, кто в своей жизни, они вроде бы воплощение Слова исполняют, но они как-то атрофируют, у них желание познавать Слово. А это тоже грех ведь. Значит, и таких не надо пренебрегать. И даже теми верующими, которые не имеют, и у них вообще как-то не развито желание вообще даже познавать Слово, значит, и в своей жизни они не хотят исполнять. Или мало. Мы не должны тоже отвергать их. Вот, значит, вот, когда все вместе, одним букетом перед Господом, вот, Господь, он, знаете, как в истории с Манной, он друг от друга нас чему-то учит, чему-то назидает. Одни от одного научатся, другое от другого научатся, третье от третьего научатся, вот, чему-то доброму, перемет, что-то, значит, там, вот. Вот, и пусть и Господь у нас вот тоже. Наше благоставение в том, чтобы мы были и едины, независимо от дня чего там этого, чтобы мы были действительно, значит, в Боге едины, в Господе едины. Вот, и благоставения Божьи, которые, они обусловлены на самом деле, да. И если мы будем верны Его Слову, то Господь будет очень сильно благоставляться. Аминь, аллилуйя. И вы знаете, и вот, например, здесь столько много, может быть, интересных примеров, но я скажу, что, вот, когда мы, наверное, даже неверующие люди замечают, я в селах, вот, жил несколько лет, там, общался тоже с бабушками старенькими. Тогда вот, в 91-м году, когда я там начал служить как священник уже, до того я служил чтецом, дьяконом, служил, с 88-го года, начало 88-го года, начал свое служение в церкви, полное уже служение. Вот, скоро исполнится 26 лет как раз моего служения, интересно получается. Вот, значит, начало служения моего. И, значит, и начав уже служить священником, у меня были бабушки-прихожанки, и они были еще с конца 19-го века родом. То есть, в 91-м году, в 92-м, им было там 93-94 года, вот, такие бабушки были старенькие, были помоложе уже, начало 20-го столетия, вот, значит, а те, вот, были, костяк был именно вот из тех старых, там, совсем уж старых бабушек, но крепких. Вот, одна из них, там, баба Оля, 94-е годы, тогда, очень такая крепкая бабушка, такая, вообще такая живая, такая твердая, такая вся, вот, очень крепкая, значит, и, значит, и в памяти, много что рассказывал, правда, зрение у меня было слабое очень, вот, и сейчас, я одним глазом почти ничего не видел, и, значит, другие, значит, ну, так, очень, лишь силуэты какие-то, вот, но много что рассказывал, я там, я говорю, не было раньше камеры, вот, записать бы этих бабушек, там, знаете, я там вечер посижу с ними, как будто в кино сходил, вот, нет, кому-то не нравилось, допустим, я просто по жизни люблю слушать, и, значит, я там сидел, с артом открытым, значит, слушал, думаю, вот это да, а им нравилось, чтобы батюшка слушала, и рассказывали, 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 да, 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 да,, да, я домой приходил, как будто в кино сходил, такие истории узнают столько вообще такого не видишь в фильмах не видишь там были такие бабушки которые такие вещи интересные рассказывали вот сейчас я библейски могу точно сказать что по сути я видел примеры благоставения и проклятия с другой стороны тоже и вот вот такой пример я часто рассказывал в церквях что касается именно сеяния жатвы интересная иллюстрация там одна баба Наташа была она рассказала случай еще дореволюционной юности ее, молодости и вот она жила семья была много детей у матери она так и не младшая и не старшая средняя так понял где-то потому что были младшие и были старшие по рассказу и значит мама осталась одна так получилось погиб ну неважно короче она осталась давай значит и в селе таких нескольких семей было таких бедных вот и они вообще обеднели вот дети плакали просто есть хотелось а еще много что в те годы у нее только одна была мечта поесть хлеба до сута вообще такая мечта и хотелось просто до сута поесть хлеба вот значит и и представляете а мама хотела иметь корову вообще купить корову но значит один человек вроде как благоставил что ли их там получается финансово но там на корову конечно не хватало вот там вот как в том тосте да имею возможность купить козу но не имею желания вот у нее так получилось тоже вот значит но она молилась сама значит нас всех там ставила детей ставила на колени молились все значит там и вот на вины она шла и значит там ходила ходила в конце концов значит она привела коровенку оттуда значит с рынка но такую коровенку чтобы там как сказать там над ней там многие смеялись себе что говорили если Дудра она живет то чудо будет уже ну такая не жилец корова но а вам Наташа рассказала почему мама купила такие вот как бы и ее версии и то что она слышала от людей значит что ее мама она значит ходила значит и интересовалась ну приценялась коровам ну конечно никто за ее сумму там ну ничего нельзя было купить на ее деньги и вот значит и когда уже рынок расходился то значит она увидела там мужика который вел эту коровенку значит и он она спросила значит куда он ведет ее вот значит и он продаю значит и вот он назвал сумму которая была умерла короче но она в этом увидела промысел божий такой значит и вот и хотя чисто по-человечески да она понимала что коровный жилец значит и она отдала эти деньги привела корову там вот баба Наташа говорила что ее прям поставили прям привели прям в дом огородили для нее там кусочек земляные полы земляные полы были вот это нормально да вот такие до революции еще до революции ну вот так в этом селе Виленке Рязанский район Рязанская область Михайловский район там даже вот 91-й год я был значит 92-й год там значит были несколько домов было с земляными полами у нас до сих пор есть они в Западной Украине и плюс еще по черному без трубы там такие бабушки сидят заходишь к ним как будто фашистская душегубка какая-то вообще а там бабушки такие копченые уже колбаски уже все они прокопченные такие что их уже не берет уже никакой дым уже вот и сам они там сидят что-то судачат между собой я там зашел у меня сразу сопли слезы для того что выходите быстрее на воздух а батюшка заходи заходи мне даже на пороге и то у меня уже вот так вот угарный газ такой прям я не знаю что такое вообще и копоть и все они хоть бы что даже не чихают не кашляют ни один фашист не возьмет адаптировались да все уже принюхались уже все прокоптили за эти годы мазанки мазанки да там такие в мазанке в мазанке там в оленях что ты коровая жила еще молоко дала корова да и выжила корова и молоко стала давать вообще значит и молоко а по поводу молока вообще сейчас вот еще подходят мне подходят наверное Катя с Юлией они ищут дорогу они же не знают что это надо было хлеба чтобы крошить а можно водичкой да конечно там минералка где-то да вот это минералка и стаканчики там вот и с той коровой было чудо она выжила и давала молока и значит потом давала в конце концов давала столько молока много что значит белорекорды короче вот вот так вот там даже мужчина был у них там ну не в их селе а там где-то жил в Рязанскому тоже края там молились да молились за эту корову а еще что значит первые надовые какие были молока она сама не пробовала и детям даже не дала представляете значит она поселу и отдавала в те семьи которые подобные ей бедные эти семьи первые надовые полностью отдавала благословляла да в первые надои первый раз кружка какая-то была молока значит туда отнесла потом туда туда только лишь когда вот разнесла по всем этим бедным селам она стала уже часть себе часть детям другим этим часть своим детям и каждый раз даже когда у нее было там множество молока каждый раз обязательно вот тем бедным семьям благословляла и Бог благословил эту корову очень сильно почему вот женщины когда рожают не все кормят грудью потому что надо урезать питание до истощения и когда истощаешься полностью тогда дает пошел удой курица может не давать яички потому что она жирно перестань ее кормить дали истощение и подсыпай по чуть-чуть сразу я забывала что ты меня истощишь не будет а тоща корова на дает много молока тощие женщины в основном они кормящие матерям а такие как я вот это вот я не кормила ни одного ребенка не второго я если бы истощалась бы я выдавала хороший на молоке а так нет а смотрю вот у меня подружка было понимаешь и кормила и моего ромку еще и свое и молока хватало надо чтобы она куда-то бралась ну бралась передать не надо эти все вещи лишние они не дают иногда ничего ну как есть ялова есть молочное говорите о законе том что если ты уверен что Господь благословит тут даже худое она имела худую корову да она ведь и шла и по дороге мы часто можем идти и например найти вот вот человек нуждается денег нету Божий отдал там последний нету вот что делать и ты идешь смотришь там 50 рублей лежит вау классно хлеб и насущный и все я тоже задумался над этим вопросом но у меня да такой вопрос мне стыдно было говорить на если я начну целенаправленно допустим там сеять там помогать деньгами то мне обязательно поможет или надо ждать когда он типа ну когда я буду чувствовать что он хочет чтобы я делать или можно самовольно это делать и он обязательно поможет вот интересно я думаю это очень индивидуально очень это некоторые там именно даже говорят проповедники испытаете вот именно вот и не сеете чтобы пожать другие говорят что нет это не обязательно именно финансовой сфере вы пожмете пожнете то есть очень разные варианты слышал я вот и с побуждением это или же это сам себя побуждаешь я знаю одну женщину которая прямо с господом заключает завет и говорит я буду все эти постоянно каждый месяц там или десятину или просто какое-то пожертвование в определенную сферу но господь я хочу получить ответ от тебя вот в этой сфере и бывает там человек заключает этот завет на год господь я хочу чтобы я хочу тебя проверить или я хочу увидеть чудо в такой сфере я хочу с тобой заключить завет это в молитве да да это она в молитве и потом она начинает это делать вот как вы говорите человек молился и потом он пошел очень важно когда мы помолились не сидеть на месте и ждать когда упадет с неба а идти идущему господь показывает дорогу идущему господь открывает двери стучащему правильно нужно что то еще и делать так и и человек если он конкретного ответа вот как выбрать не видит не знает но он начинает что то делать и говорит господь вот я не знаю и не понимаю но я хочу от тебя ответ давай ну как рассылали козью овечу в эту шпору да то есть каждый для себя ищет какие-то моменты соприкосновения с господом у меня с женой так было это наверное вот здесь все таки было и я причем когда молился немножко смущался потому что думаю ну как как вот я господу о знамении говорю это библейский вроде как детский такой и вроде как знамение я просто господу просил определенном знаке для меня что если она от тебя и этот знак совершился причем причем знак я причем знак я очень усложнил то есть это было я могу да я скажу подробнее что это было что представьте себе что я совершил я говорю что если она от тебя а у меня с ней долгое время не но не но не получалось потому что как-то она что-то видела по другому мне может надо было в чем-то меняться и представьте однажды я просто очередные слезы и очередной угол молитвенный и я просто и я устал я так сильно устал это вопросы любви они всегда такие острые всегда болезненные мне даже служить было сложно потому что я вместе с ней находился в служениях и я просто сказал господь если если она от тебя то я больше к ней не подойдут пусть она уже подойдет представьте я рисковал потому что парню девушки неприродник приходит до парня и тем более она по натуре такая она не ну не позволила бы себе уже мы мы поженились она говорит я так и не понимала что со мной происходит я никогда не позволяла себе я да это был один из знаков таких божьих и правда то есть я не я не смутился то есть я сначала было такое то что я знаки прошу но я думаю бог ну знаешь что мы нуждаемся в этом периодически правда вот какие-то вот такие ощутимые вещи чтобы мы сверх силы не дать чтобы расчарования не было порой ты не видишь не видишь и он ну хоть какой то знак ну на тебе песок посмотрел на песок на звезды да вот хоть что то такое должно быть да что то должно быть такое от чего как вот мы говорили что от чего огонь можно выжигать внутри себя слава богу поддерживать один мой знакомый он выехал в германию давно еще там там еще не еще не было евросоюза еще дочь марки были там тогда начали очень там немного их меняли позволяли вовозить союза даже еще союз был еще годы какие-то были но уже как бы берлинская стена или она рушилась или вот-вот должна была разрушится эта стена значит тогда и значит и как раз вот период даст переломный как раз восточная западная германия как раз объединяются значит и возможность есть как раз по работе значит он стоматолог вообще ну в москве пробовал или сейчас не помню где он начинал тогда ну как бы способности были у него однозначно он сам еврей значит и вот такой хотел пробиться в москве но выехал в германию уже и вот значит в германии предложили значит ну познакомые короче во франкфурт на майне а там стоматологу пробиться ну невозможно фактически то есть там это очень ну финансовая столица как бы значит и там все схвачено там значит очень сложно там стоматологов очень много значит и очень хорошего уровня считается для всей германии не только сейчас германии ну вот лучшей клинике значит там и вот значит и он ну не сильно религиозный был но и не атеист читал много интересовался много чем значит и вот и для себя взял принцип вот от десятины попробовать он именно вот конкретно вот именно испытывал если бог есть то значит я вот я попробую он испытывал у него были небольшие такие ему платили деньги значит небольшие ну как еврею платили там и там один фонд ему маленько приплачивал и он значит отделял строго десятину значит и он пришел в синагогу ее там вот не первые стены у него были по моему даже фонд какой-то он отдавал какой-то фонд детям что-то он не знал даже куда но он знал что я богу отдаю сам принцип понимал что действительно нужно отдать вот значит ну как бы самым таким несчастным детям наверное вот значит и потом в синагогу стал отдавать и вот значит и однажды значит а он заявлял себе как я стоматолог вот насчет там вот из советского союза вот значит ну извини друг здесь таких стоматологов много вот тем более у него не было там рекомендаций хороших там значит но и вот однажды значит там так получилось значит врач один там ну как бы временно отсутствовал ему предложили значит попритиковать значит кресло и он значит имел возможность под руководством под назором как бы врача одного насчет которого за ним наблюдал и я там молился просто я понимал что это вот момент показать себя у меня есть хороший окоп где без молитвы да 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 он молился просто все внутри я не знал молитву но я просто внутри взывал к Богу вот и значит и тот врач потом проверил значит его работу посмотрели еще потом последствия другие врачи и он признал этот врач который смотрел за ним признал очень хорошей работой неожиданно очень хорошая работа чутье есть у тебя говорит значит вот значит и потом дали ему еще возможность себя проявить значит тоже там же вот потом значит ему он стал получать деньги уже хорошие значит уже было ну не было мечта не только на кого-то работать а иметь свое кресло он купил вот это свое кресло свое свой бизнес начал вот значит каждую дочь Марпел откладывал говорит значит значит там пояса потуже затянул вот ногот на второе кресло копил себе значит 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 и нанял врача уже значит тоже союза тоже еврея значит который искал работу дал ему работу ногот ягод взяв второе кресло ягод уже решил для себя ага я буду давать две десятины уже вот десятину синагогу десятину еще там фонд какой то что нашел значит стал туда и так и получилось и опять таки хорошее получилось имя у них значит постоянно были уже люди некоторые значит и насчет потом третье кресло стал три десяти надавать уже три десяти на стал давать значит и в конце концов у него сейчас клиника но она касать не может не самая известная но и не самая такая плохая довольно такая среднего уровня но хорошая то есть у него миллионный оборот значит но на сегодняшний день владик писатель я удивился вообще я у него когда был на счету общались мы он короче ну так не скажешь что там миллионер обычно скромный дом вообще он очень очень скромно в быту и вот я научился за это за это время год я научился что не надо на самом деле мало на самом деле для счастья нужно так много да вот и на сегодняшний день он 90 процентов отдает там 10 процентов от фонд ветеранов значит воин там еще куда-то нашел короче 90 процентов от своего бизнеса он отдает на 10 процентов не год мне вот так хватает мне год моей семье год я еще там родственникам еще дающие денежки вот у него он а клиника еще не все он начал еще другую в других городах начал маленькие такие тоже от этой клиники тоже бизнес начался да 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 но там домашние группы надо там уже есть уже и не одна я шучу конечно у нас создание продается такое хорошее а мы говорим все молитесь хорошее а знаете какое кинотеатр мир продается сейчас на аукционе и сейчас такая возможность я думаю аукцион так мы же там за одно время как это так бывает у бога все реально у бога все реально у бога все реально у нас даже продается в турбурную там тем более назвали мир в шалом да мир там раньше был кинотеатр потом что-то там переделали секунду посмотри акустика сцена ребята залы готовое все только ремонтик штукатурочка иногда Бог дает худую корову а что ты думаешь там какая-то корова там четыре стены и крыша был ну его так уничтожали за это время периодное там ну ребята там надо очень хороший ремонт если так честно потому что здание ну так немножко конечно так и всем брать не включи 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 свет весь включи 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 о вот так добудет свет даже так еще лучше вот значит для тех кто только включился сейчас значит включил ваш телевизор или как там назвать это значит смотрит нас значит то что сейчас здесь происходит это все значит такое домашнее общение такое очень вкусное было в той стороне там за столом здесь уже духовная часть такая как бы еще вкуснее домашней группы да на такой значит домашней церкви вот и это город Черкассы если вы еще не в курсе значит это Украина церковь про основление называется значит да вот и ну видите раз зашла речь значит там о кинотеатре ну почему бы и нет может кто-то мою молитву услышит мадам бессьюн негативный а пауза все равно было видно вас все равно это все равно на да так что здесь хорошие слова слава богу и вы знаете на самом деле господь им благоуставляет хочется еще мы еще пообщаемся чтобы назидательная такая была часть и для тех кто присутствует и для тех кто посмотреть даже если это кому-то одному поможет в жизни все это услышанное, увиденное я думаю есть смысл все это записывать но я знаю что это многим помогает сотнями, даже тысячами людей в разных странах с разными представлениями, убеждениями и слава Богу что христианство это на самом деле не просто религия форма какая-то а это общение, это жизнь спасибо за слово вообще слово благословение такая интересная тема интересная сфера я думаю что конечно же я время что нам и мы все молились о том чтобы это было Божье послание потому что когда вы ехали помните что мы не оговаривали никакой темы а просто ожидали от Бога верим что это Божье слово о благословении чтобы мы начали жить этим благословлять себя не проклинать благословлять любимых в семьях и благословлять тех кто хулит и гонит тебя вот прямо начать благословлять мы можем в семьях в домах служения просто бывает так от усталости от усталости или непонимания бывает так что ты одной рукой строишь а другой ломаешь я ожидаю чудо от тебя Бог и тут же словами ропота или разочарования мы руинуем то что вчера созидали и мы можем просто взять это на вооружение все таки что мы должны благословлять созидать строить мы строители мне нравится в украинской библии слово такое как бы в каком-то месте написано чтобы из наших уст не гневе слово выходило а слово будивне представьте как здорово звучит что мы строители а не разрушители мы разрушаем царство тьмы но все остальное то мы конечно же должны созидать отношения служения сердца все таки мы будивныки мы строители аллилуйя слава Богу в этом украинском переводе да очень сочный перевод и часто так ну так более более расширение показывает как бы суть саму спасибо за это слово и поэтому братья и сустры так и заклык да заклык что мы можем можем прямо взяться я знаю сам по себе что это не не то чтобы вот не то чтобы знаете как все красиво и досконало на самом деле знаю по себе что даже и в быту и с детьми и с женой нужно всегда как бы завантаживать и себе потому что бывает так в состоянии усталости говоришь слова которые фактически являются словами проклён а только это можно сказать мягче но суть та же да суть та же где-то где-то усталость раздражение обиды или неверие друг в друга да как бы но все-таки нам нужно научиться строить и в детей своих прямо засеять то что мы хотим видеть во имя Иисуса прямо сделать засев в жену в мужа то что мы хотим видеть засев сделать в служении то что мы хотим видеть что бы мы хотели видеть то и говори и не говори того чего бы ты не хотел видеть в жизни правда даже если мы проходим какие-то такие периоды не очень благоприятные даже очень низкие мы не должны опускать руки не ослабевать должны он там сегодня я вспомнил уже Алексея Летяева за хорошую песню дай бог ему здоровья даже за одну эту песню там шедевр прекрасно да шедевр просто но я помню его свидетельство в Киеве значит 98 год как раз приезжал на конференцию и значит говорит вот и что мы начали там пророчество мы поняли что значит молодые люди мы в Риге начали церковь в новом поколении мы поняли что есть сила в благословении в пророчестве в слове таком созидательном и мы стали говорить что мы будем там процветать мы будем благословенными у нас будут хорошие дома у нас будут хорошие машины в конце концов нас выгнали из нашей коммуналки мы оказались сняли какую-то комнату напротив психушки значит и и меня старшие братья встречают там беседники ну что Леша где ты напротив дурдома живу ну понятно короче с тех пор как стали убрать оценное все так же уже было такое что опускали с руки благословляли прошли годы и теперь те же братья встречают Леша откуда у тебя это откуда ну все оттуда же мы сеем мы сеяли в то время когда вы пытались сбить нас с этого вот очень важно несмотря ни на что чтобы люди не говорили говорить и провозглашать слово веры знаете это не то чтобы позитивное исповедание как говорят миру мир он берет сам принцип но не понимая не понимая Бога не зная Бога совершенно значит это знаете как коммунисты в свое время тоже брали человек человеку друг товарищ брат значит там как бы брали какие-то принципы такие хорошие но все равно уважали уважать родителей должны там дети допустим там слушаться много хорошего брали но без Бога это оказалось такой глупостью вообще в конце концов это не состоялось это вот то же самое сколько позитивно не исповедуйся не исповедайся даже если много что приобретешь но душе повредишь какой смысл от этого всего да но есть Божья действительно действительно есть силы исповедания и о детях своих только хорошее говорить не шагу дьяволу абсолютно только лишь хорошее я сам говорю тоже столько раз себя ловил о том что не то вырывается из моих уст не так не должно быть и течет я сам себя убеждаю а так потом из одного источника и та и та вода не нет только хорошая должна течь вода все я не хочу чтобы открываешь кран там ржавчина чтобы она сошла сместитель такой где и горячая и холодная вода сейчас это есть да но что такое нету сейчас даже такое есть вы когда рассказывали говорили на проповеди о благословении и говорили как люди благословляли воду и она изменилась я вспомнила свое время когда мы только покаялись с моей мамой и это были 94-й 3-й 5-е годы в нашей семье это были были годы кризиса потому что у меня отец 2 или 3 года в связи с травмой не работал мама работала но зарплаты не давали там какие-то бартеры еще чего-то но зарплаты денег не было а вот я с братом мы учились армии и все такое и в нашей семье ну вот это был кризис это было такое тяжелое положение когда мы ну очень редко покупали продукты какие-то там крупы в общем супчики мы варили на воде и уже даже вот эти вот крупы сахар и вот нас один пастор у которого мы тогда покаялись он говорил благословляйте ваши холодильники пусть они наполняются продуктами и даже неодушевленный холодильник наш он начал сверхъестественно наполняться продуктами продукты начали приходить с тех вообще непонятно бывало мама какие-то деньги принесла за 2 или за 3 месяца вообще никто никогда не давал зарплату уже год как мы жили я вообще сейчас анализирую я просто вспоминаю это было чудо сплошное чудо и вот в нашем холодильнике сверхъестественно появлялось и молоко и какие-то там другие продукты и когда бабушка моя двоюродная она швея и с ней тоже часто рассчитывались бартером вот и с ней иногда рассчитывались килограммами масла или бутлями сгущенки вот иногда в нашем доме появлялся бутыль сгущенки и это было конечно чудо но то что то о чем мы сказали то о чем мы сказали по поводу когда сеешь не разочаровываться да вот то что я замечал это явно явно конкретно вся жизнь моя из этого состоит ты заявляешь провозглашаешь открыл уста своей непременно через несколько дней приходит проверка я сдаю тот экзамен на котором я заявлял на служении или заявлял просто в тайной комнате да прямо вот реально приходит точно точно я буквально прошлая буквально прошлая домашняя группа было мы изучали о том что как Иисус отражал атаку духовную атаку мыслей или каких-то похотей просто отражал эту атаку словом что все-таки на каждое искушение должно быть свое слово Божье у тебя должно быть слово на ту тему в которой есть искушение где тонко приобрети там слово и вот служение представьте просто я уже не удивляюсь этому вот и Бог снова и снова просто шел по улице шквал давно такого не было шквал мыслей с тобой сейчас что-то случится представьте и вот так как я был подготовлен вот прямо пришлось такое знаете как атака на мысли что что-то произойдет и ты просто тебя увезут на скорой где-то раненый будешь представить откуда оно взялось но я четко я просто улыбался и понятно но я тут же извлек извлек слово и просто прогнал но это это свежее и тоже слово взял и использовал его против атаки то что мы говорим всегда непременно нужно быть готовым к этому что после заявления когда мы благословляем все может обернуться на глазах в обратную сторону как будто правда как будто бы обратный эффект произвести правда с таким контрастом до неузнаваемости ты одно хотел но вдруг что-то поворачивается но представьте себе что в этот момент мы должны просто разоблачив разоблачив дьявола в этом мы должны уже понимать что это смешно просто смешно в том плане что когда я элементарный детский момент когда я посеял травинку и прихожу на следующий день ее увидеть я ее не увижу но внутри будет происходить процесс который через несколько дней все-таки прорвет травинку правда но и мы видим из видимого творения бог учит смотря на видимое творение познавать невидимые духовные принципы мы можем узнать что я много раз вижу в своей жизни когда асфальтированная дорога и ромашка или что какое-то растение прорвало асфальт представьте асфальт да да и асфальт лопает мы можем можем ли мы увидеть духовные принципы в этом что оно работает из физического правда рассматривает творение просто слава богу жизнь побеждает я хочу еще пример вспомнил пример про холодильник то сказали знакомые 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 я так вспомнила думаю это же даже неодушевленный предмет но все повливается Господу да я просто вспомнил пример такой значит много даже примеров но один такой потрясающий был в Днепропетровской области старый верующий я бывал у присятников старых верующих и их родители были тоже верующие и даже их дедушки бабушки то есть они из потомственных верующие таких хотя сами не молодые и что интересно во время войны вторая мировая была значит и там как раз это был у них вот эти села было такое что значит что то одна власть то другая то коммунисты то фашисты снова не поймешь война такая из рук в руки переходит в село значит и у них что произошло что люди многие пытались в поля выйти куда-то еще что-то но там погибали часто значит продукты заканчивались у них там оставалось ведро картошки и что интересно они послали ребенка значит за картошкой день послали второй послали но и потом прикинули что должно быть уже закончилась картошка а он все приносит и приносит снизу с подвала и потом еще сходи вот и потом они поняли что-то чудо вот значит и уже даже боялись там что-то и даже и сказать просто говорили иди принеси еще картошечки он ходил и приносил вот и самое интересное значит вот до следующего там всю зиму и весна уже да то та картошка чудесным образом она каким-то образом увеличивалась потому что он приносил и приносил и они не умерли и не искали ничего там вот значит слава Богу Господь их сохранил вот вот такие интересные вещи есть или как вот та сестра которая приезжала как ее зовут в Киеве она была значит в Африке они там каши эти готовили для детей там голод в Африке на миссию поехали значит там у них много продуктов но когда они уже там стали готовить поняли что у них мало по сравнению с тем что надо накормить потому что там народу немерено голодающих значит они просто молились просто плакали молились вот значит самое интересное хватило на всех и еще осталось не может быть потом перепроверяли потому что даже если там по пол given но мы ложили полную миску значит сок сок сколько хватит столько сколько накормим вот значит ложили полную потом просчитали значит сок мы ложили соку народа ага даже если бы бы там по пол миски им ложили бы, все равно не хватило бы, это сто процентов, но им ложили бы полной миски. И еще осталось еще самое интересное, это вообще невероятно, чтобы в котлее, в этом баке еще осталось еще каша еще эта. Это тоже, вроде, незаметно было чудо такое, но все наелись, и еще осталось еще каша еще эта. Чудеса. Вообще, ну, то есть, даже в наши дни, да, казалось бы, значит, да, вот, Бог чудеса совершает такие удивительные. Можно вопрос по поводу благословения? Вот я часто выхожу на улицу, евангелизирую, и вот столкнулась с таким вопросом, когда некоторые люди вот реагируют, говорят, вот ты начала благословлять и молиться за меня, и в мою жизнь пришли трудности, не молись. Стало хуже. Стало в сто раз хуже, чем было. Да, это часто. Перестань молиться. Стоит ли объяснять человеку, или просто продолжать молиться без его ведома? Или нужно что-то сказать, слово какое-то, чтобы донести? Вот как говорил пастыр Слава, что трудности, испытания – это всего лишь процесс, ну, который затмевает то, что зерно, оно прорастает, и оно, ну, как бы, пока… Которое мы можем понимать, но кто-то может не понимать, да, на грамотах. Потому что мы-то, зная принцип, что благословение, оно все равно придет. Но, как вы сказали сегодня, мне понравилось время проповеди, что благословение – это не всегда только хорошо. И вот как вести себя правильно, когда мы вот сталкиваемся с неверующими людьми, написано «всем благословно». И когда мы благословляем, нужно ли объяснять, что это может за собой повлечь в их жизни, или если это уже привело к чему-то, к трудностям, испытаниям, которые они проходят, как это им объяснить? Как? Вот не знаю точно, значит, но я знаю одно, что благословлять нужно все равно. Благословлять нужно по-любому, значит, даже если какие бы ни были последствия бы. Но, а попытаться объяснить, думаю, есть смысл попытаться объяснить, хотя бы там, не углубляясь там в какие-то теологии, там, просто в простоте объяснить, что если вы хотите, чтобы Бог благословил вашу жизнь, обратитесь к Нему, вот, всем сердцем. Давайте мы с вас помолимся, давайте мы с вами помолимся, допустим, сейчас обратимся к Богу. За меня молитесь и благословляйте, то мне потом станет плохо. Это незаконно. Благословение Господне обогащает, печаль с собой не приносит, так и написано в Священном Писании. Это незаконно. Просто есть, когда люди творят беззаконие и бесчинствуют пред Богом, а мы благословляем, Бог приходит своей рукой, чтобы вывести их из темноты, из мрака. И получается, что когда Бог вытянет, им это неудобно и некомфортно. Смотрите, перед самым покаянием, когда я там, ну, в России я бомжевал, потом немного там, ну, работал какое-то время, и потом, это уже был 95-й, и потом меня сильно побили. Сильно так побили, что после этого, ну, у меня травмы были такие, там, височная кость переломанная, барабанная перепонка разорвана, руки у меня терпли месяца три, не было ощущения, наручниками, ну, прорезанные манжеты кофты были. И я думаю, конечно же, просто анализируя все это, думаю, это было проклятие для меня или благословение. Я думаю, что все-таки, как распознать доброе это вещь или хорошее, какова цель, к чему оно привело меня, правда? То есть, ну, если это привело меня в, например, что-то может казаться, что-то может казаться невыгодным, ну, например, например, урезали бюджет семьи на продукты, например, урезали, но с целью, чтобы купить дом или машину, ну, например, да, и казалось бы, то есть все-таки мы можем распознать благословение это или проклятие по следствию, которое оно принесет потом, да? То есть, ты спасся через эту боль. Разве это не... Как это расценить? Если жизнь моя вся поменялась? Ио говорил, разве я только буду хорошей от Господа принимать? Я буду от Господа принимать и то и другое, да, и впоследствии какие благословения на Ио пришли? Да, 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 то есть он видел, вероятнее всего, способность увидеть вот за этими черепками будущее умноженное в несколько раз, да, вот как бы и больше детей, и стада умножились, способность видеть, и правильно это да, реакция, и ты понимаешь, это благословение. Или же благочестивый человек в любом случае может сказать, Боже, я научился принимать от Тебя как благо это все. Я верю, что ты поворачиваешь в мою пользу ситуации и обстоятельства, уволились с работы, там или уволился, что такое потерял работу, что это проклятие, а может быть это спасение от чего-то, а может быть это момент возвышения, переходный период, да, то есть как это распознать? Да, благочестивый человек сможет ли, помните, если сможешь, как это написано, распознать, ну в общем это все-таки свойство мудрого человека, умение распознать Бога во всем, даже в болезни, даже может быть без денежья в каком-то кратковременном, да, но способность увидеть Бога во всем. Чистый сердцем увидит Бога. Аминь. Да, еще написано, благословлю Господа во всем. А если не чистое сердце, ты его не увидишь даже вот так, если придет, да, то есть ты промажешь, ты пройдешь мимо как бы. Написано, благословлю Господа во всякое время, то есть и во время, когда мне весело, и во время. Я тебе сейчас свое, что я тебе скажу, я уже Марине рассказывала, писала и показывала, это я, это я, вот рядом и никуда. Мы разошлись с Лилианов три с половиной года назад. В этом доме не было ни телевизора, ни этого дивана, ни этой плиты, ничего. Здесь была только пристроенная кровать и на кухне стояла машинка стиральная и холодильник. Ну еще Владика комната была. Они ушли, они в то время все делали заблаговременно, да. И они постоянно что-то отсюда во все время вытягивали, тогда, когда я была на работе. Они меня оставили в один день без мужа, отца Владика, без машины. У нас была очень большая машина, они в нас забрали ее. Лилиан способствовал тоже тут. Вытаскали мне оборудование, на котором я зарабатывала деньги, вот для семьи, вытаскали это все. Он раскурочил все, что можно было, все инструменты позабирали. Все, вот всю мелочь, мелочь, понимаешь, вот. И я в один день прекрасно, я пришла с работы, вот эта подружка моя, это в натуре моя подружка, она приходит и говорит, Лена, а возьми ключи, сделай нам кофеек. Мы ждем кофеек, смотрю, в сарае там все вот так, в гараже вот так, смотрю, в шкафе Лилиана, вещей нет и все. Я осталась в один день без никого. Дети двое и я. И Господь, смотри, Бог знал до этого. Он мог сделать дом на нас двоих, но Он делает его на меня дарственно. И у меня мысли не было об этом. Они начали его в суде отвоевывать, но так как он дарственно, он остался на мне. Они ушли, оставили на меня 2000 долларов долгов. И когда вот это все произошло, я чуть не повесилась. Но Бог настолько это. Я 25 лет человека не видела в образ. И он мне звонит именно в тот момент, когда я в агонии, у меня истерика, у меня, ну я там не помню много эпизода в своей жизни, но я помню, что я искала что-то и ничего не могла найти. На чем-то взвеситься, сдернуться, еще что-то, и я не могла найти. В этот момент телефон. И я шо, и пошла жара, мол, типа, и ты мне еще тут на мою голову. Лена, и он понимает прекрасно. Этот человек отсидел 16 или 17 лет в тюрьме. И он говорит, я сейчас буду. Адрес. Я в порыве в этой агонии говорю адрес. Этот человек, который отсидел 16 лет в тюрьме, он трое суток возле меня шокалил, чтобы у меня вот этот вот, ну как, период закончился вот этой агонии, самой агонии. Потом что делает Бог? Он спас меня. И мне Бог дает испытание, то, что рассказывает Славик. Я влазю каким-то макаром в их компанию этих всех уголовников. Это было что-то. Самые старые воры в законе, я их всегда едино, вот так, в лицо, как вас сидела, вот так вот. И это в западной было Украине. Я туда поехала, потому что за нами гонялись такие же другой компании, хотели его расстрелять, этого, который меня спас. А я его выдергивала. И мне Бог давал испытание. Это я уже сейчас знаю. И смотри, с меня волос даже не упал. Это уголовники, это отпеты, это просто отпетые бандюки, просто отпеты. Это крыши наших вот этих вот головорезов. И я не боялась. Бог не дал мне чувства страха. Мы разрулили, как говорится, эту всю ситуацию. И я такая, вау, я могу ходить по городу. Для меня это было вот что-то такое необъятное. Но Бог тебе дал испытание, и ты прошла. И потом я вот так собрала вещи, я говорю, у вас уже не все нормально, вас уже никто не убьет. Я вывезла их туда, для них шок был, понимаешь? Они меня еще и ограбили, все золото забрали. Я говорю, вот это прикольно. Что делает Бог? Он переворачивает ситуацию, смотри. Диван, шкаф, это за три года, машина, телевизор, это неимоверные деньги. Я с Мариной когда-то сидела, говорю, Марина, список вот такой. Никогда не было, клянусь вам. Ребята, поверьте, вы знаете мой ларек, у меня маленький бизнес, у меня одна точка вообще дохода не дает. Я здесь зарабатываю, но не такие деньги огромные. Я не знаю, как это у Бога получается. Ну честно, я с Лилианом прожила сколько лет, но мы зарабатывали. Так я же не доедала, не допивала, я не до не була, я ничего не бачила. И ничего в доме не было. Такое чудо умножения и компенсации. Это, вы даже не представляете, это замена всех окон, ремонт, это машина, у меня большая, вы видите, это за три года. Это вот это все работа Божья. У меня Ромка умирает, он меня на море отсылает, они вот свидетели все сидят. Он меня отсылает, меня, он мне прям конкретно море показал и ты едешь туда. А мы еще на Крусейд к Мунтяну попадаем, а я ж племянница и говорю, вытаскивайте вот так руки, когда сорвали Крусейд в Киеве. Вот мы тогда там были. Вау, я так плакала, мне так обидно за наших. Да, он ветром гонял так, он, наверное, там не успевал, вот надо всеми работать. Много ведь, помните, сколько людей? И вот я кричала, Ира, Ира, подымай, подымай Богу руку и проси то, что ты хочешь, только не звездочку с неба. Вот это я точно помню. И ребенок этот говорит, я на поезде не ездила и море не видела. И меня Господь через две недели на море вместе с ними. И присрав, откуда деньги такие? Опять же такие, я ходила, обула, четвером на море поехали. Так мало того, что четвером, еще и четверо с Киева поехали. И вот эта вся компания, он нам дал отдых. Он мне показывал такие вещи, которые ему вообще, и я должна была их преодолевать. Потом мы сюда приезжаем, он, ты хотела машину. Я, вау, прикалываешь? И буквально какой-то месяц не проходит, я ее в октябре купила, а в июне похороны были. Можешь представить, откуда такие деньги? Ну, не может человек столько денег. Ну, не, ну он может, ну, смотри, чем заниматься. Ну, ты видел мой ларек, вот они знают мой ларек. Ну, я зарабатываю, я не скажу. Я не отказываю себе в еде, я Владику не отказываю. И пошла вот так жара. Он мне показывает, на телевизор я, вау! Надо, значит, надо. И вот сейчас, элементарно, вот буквально месяц назад, газовая плита, да, это, это около, это тысяча долларов стоит. И тот почти тысяча долларов, шесть тысяч. Ребята, ну, это только Бог. И я вам говорю, самое главное, вера. Вера. И вот это испытание, которое нам дает Бог, сразу так раз, и зациклировать его, и не сдаваться. Когда нам вот эти вот, да ты никто, да звать тебя никак, а еще приходит мама и начинает, что-то то, ой-то это, а где твой Бог? Мама, мой Бог на том месте, там, где ему должно быть. И если ты хочешь меня сбить с дороги, я говорю, у тебя это не получится. Я говорю, я буду молиться все равно за тебя, все равно он тебя коснется. Понимаешь? И вот когда нас, кто одолевает? Люди, самые близкие, я же говорю, самые родные. То есть у него как у рыбака опытного, у него разные блесна, разные приманки. Да, да, да. И порой именно вот в виде в лице близких, с таких людей. Самых родных, вот любимых, понимаешь? И вот эти очень эффективные часто бывают, вот когда кто-то. А вы должны. Есть, есть и есть. И не отказываться никогда. Мне, например, вот они знают, у меня иногда люди приходят и начинают, та фуфло китайское, это еще что-то. Говорю, а вы благословляете этих китайцев. Як бы не вони, вы б уже в сухари рыпали. Так что, понимаешь? Я люблю этих китайцев. Ребята, мы на них все живем. Весь мир существует на Китае. А что делать? Ну, если нам Бог дал китайцев, Он, наверное, их не зря дал. Ну да, аминь. И мы должны. Их, возможно, не любить, потому что за головой не любят. Когда они говорят, ой, фуфло китайское. А я, шо? Я за них горло грызу. Попробуй не полюбить. И ты без чеснока останешься без пасты. Да, без ничего, ребята. Без все наполнило. А еще вот есть у меня. Вот я вам объясняю. Если мы идем что-то покупать, всегда покупайте с позитивом. Аминь. Любите все, что вы покупаете. Я покупаю телевизор. Я говорю, как я тебя люблю. Я буду тебя смотреть. И вот, вы знаете, я покупаю машину. Я открываю гарантию. Ой, мой джимчик. Ну, я же не целую в железах. Ну, слава, что вот это мое благословение. Я когда сажусь, кто-то говорит, да я покерую. Ша. Это моя машина. Купишь свою, керуй, куда хочешь. Лево, право. А я когда еду в ней, у меня кто-то там хочет музыку мне поменять. Прославление сразу. В моей машине я хозяйка. И он хочет прослушать то, что это. И у меня только прославление. И в чужую машину со своим уставом. Да, да, да. Не ходит, да. Да, свидетельство хотела. Я не помню, какой-то брат телефон покупал. Расскажи это свидетельство. Мобильный телефон. И как-то он безблагословим его купил. А, да, да. Ну, речь это в семье. Ну, правда, по-моему. Да, да, была речь о том, что нет мелочей. Иногда думаешь, ну, даже я не думал об этом молиться. Это естественная вещь купить мобильный. Сходить купить. И он говорит, представьте себе, я пошел купить мобильный и не молился об этом. С утра, как началось, то кто-то на него сел. То кто-то он выпал, его кто-то подкинул ногой. Короче, к вечеру мобильный был в таком состоянии. Я говорю, ну, я понял, нет, нет, не ночей. Мобильный зашел. Да, зашел. Зашел. Был в масле. А я не продаю людям. Если я вижу, вот, например, человек пришел с негативом и... Та-та, та-это. Ну, ладно, давай. Я говорю, я это не продам. И вот полсела... Иди в овощной. Я говорю, ну, идем к конкурентам и покупай. Если человек с негативом у тебя ее купит, я ее потом никуда не отдам. Он мне ее принесет через пару недель, а то и хорошо, если недель. А через пару дней поломанную. У меня сколько вещей он хоть раздаривает. Она же секонд-хенд никому не нужна эта железяка. А она денег в закупке хорошо стоит. Он мне приносит ее поломанную. И что я буду с ней делать? Я ее лучше не продам. Я продам тому, который будет ее желать, жаждет и хотеть. И будет ей работать и будет наслаждаться. Даже самой дешевой вещью можно пользоваться очень долго. Очень долго. Главное, любви. Я поняла, что у Бога есть, вот я и Маринке говорила, у Бога есть пирамидка. Я, например, машина и Бог. Если я с машиной буду любить Бога, у меня будет все хорошо, потому что моя любовь будет идти кверху. Если семья, значит я семья и Бог. Если, например, дети, я дети и Бог. Смотри, и все Богом будет идти в едино. Если, например, муж не хочет к Богу, у него другая дорога. Мы не сможем благословиться Богом, потому что нету благословения Божия. Вот оно, в треугольничек. Я, работа и Бог. Если я буду работу любить, а Бог это есть любовь. Если я люблю свою работу, я буду от нее иметь. Если я буду любить что-то, я буду от этого иметь. Потому что моя любовь будет к Богу через мою семью, через моих друзей, через мою церковь. Если я полюблю церковь, значит я, церковь и Бог. И будет благословение. Этот принцип применим и к десятинам. Когда оно с Богом, то тебе 90% хватит вот так. А без Бога и ста не хватит. И ста не хватит. И в долгах будешь, как в шоках. Да, да, да. Будешь так. Не раз в дырку будешь работать. Да, вон. То же самое. Боже, это все же словение. Куда-нибудь посеешь точно 100%. Слов есть любовь. Маленький свидетельство. Можно я маленький свидетельство? Малюсенький. Да не бывает малюсенький. Не бывает. Не, у Бога все такое. Да, оно переросло мне вот такое свидетельство. Ну, как все знают, не было бы на работе. Не то, что концы с концами. Даже не можно было найти. Одного конца, другого конца уже не видно было абсолютно. А все нарисовали. Да, не было. И все в гору. Иду в церковь. Звоню, пасторь славит. Не маю в мене. Ну, если не найду, то я не прийду. Это уже отдельно. Ну, ладно. Прихожу. И в кармане так. Приехать туда нам втроем с детьми. И назад маршруткой. И остается лишний, ну, руб, ну, там мелочь. Там, если нас слабодит, то там вообще денег нема. Там копейки. Витягаю, витрусала эти копейки. Кажется, это я. Кажу, витрусала не могу. И мне Лена говорит, как сиешь, кидаешь что есть. И си на то, что ты си. И я хоть копейки, говорю, успею. Ну, на работу. Ну, чтобы я могла хотя бы не цих мелочей, хоть немножко больше принести. И так я села, мабуть, месяца два. Оцю мелочь. Что было? Руб последний. Ну, кай, ставлю чуть-чуть. Котруб там, копейки. И мне Бог даёт работу. Буквально так. Да, в один день. Позвонили. Бегом. Дома-дома. Бегом, бежи сюда. Да, я ожидала. Здорово я буду. Я ожидала, какогось в душе я была готова до этого. Все, бегом. И меня сразу же даже в той день и на работу прийти. Все, договорились. Самое главное любить любую работу. Какая бы она ни была. Какая бы она хорошая, плохая. Может, для кого-то она была бы плохая работа. Да, ну, мне Бог сделал замечание через сестру. Буквально всю неделю назад. Вона мене звонила. Ты знаешь, что, мне Бог дав откровение. Такое сказало. Я ей дав работу. Вона знает, что я ей дав работу. Что вона от меня. Ну, каже, ну, каже, вона, действительно, я ей кума не казала, и ей тем более, вообще. Каже, ну, вона, каже, перестала со мной общаться. Каже, да, я ей кажу, якось маловато. А потом на работе ж, каже, господи, ты ж такуда в работу, чтобы не было возможности с кем-то балакать. Там нема возможности с кем-то балакать. Вот ты выгребаешь свой хлебчик. И благополитый. И я так как выгребаю свой хлебчик. Спеваю прославление, молюсь. Ну, понимаешь, дьявол старается же украсить. И там кто-то пробегает, и мимо что-то там с той вагонтяни, что-то не так, начинает там мать поперпи, что ты матюкаешься. Я? Я не матюкаюсь. Они даже не замечают этого. Ну, изразу, из-за, из-за, из-за... Они перестают потом. Мы когда начинаем молиться, скажите, даже вот у нас было свидетельство, Лена наша, да, вот с грудью попала. Она говорит, как сапожницы, женщины, там такие благи в 3, в 5, в 10 ярусов. Ну, там такие... Я лягла, говорит, вообще, ну, ничего не говорю. Вот они общаются, а я ничего. А я ничего. Я же ничего не говорю, что кто там, что там. Через время я замечала. А я выхождила, говорит, там они где-то в коридоре, за навесочкой, говорит, встану и молюсь, молюсь. То есть чувствую присутствие Божие. Говорю, Господь, сделай так, чтобы они хоть не вульгарничали. Говорит, и Бог на второй день это все убрал. Фильтр поставил. Фильтр поставил. И они про нее вот сразу мнение помяли. Она начала молиться за них. Люди покаялись в палате. Представляете? Мы приезжали туда. Помнишь, Штаня, да? 25 или сколько? Ну, две машины. Две машины полные. Полные. Питком мы приехали. И люди сразу чувствуют. Просто нам надо влюбиться. Да. Представьте перед собой всегда треугольник. Я, люди и Бог. Я, семья и Бог. Трикутник. Это не тяжело. И если, например, он захулиганил, я, он и Бог. Все. И вот это все идет по ступенькам. Я все время думала, почему пирамиды в Египте? Зачем пирамиды? Могли квадраты настроить. Черные. Черные, зелёные, оранжевые. Правильно? Могли квадраты настроить. Квадраты просят строить. И строитель маленький. И легче строить. И легче строить. Правильно? Легче поднять. Легче его это. Но они почему-то не строили квадраты. Они не строили шестиугольники. Они не строили многогранники. Они строили трикутники. И этот трикутник, когда мне Бог вот как-то вложил вот так в сердце, вот это бомба. И я поняла, что по вот этому значению очень легко идти в жизнь. Если к нам приходят атаки, ты сразу перед глазами треугольник говоришь, я, тот и Бог. И если я буду держаться только Его, только Его. И любить Его, ну, никуда не уйду. Таким сражениях. Да. Таким сражениях. Трудишься, сражаешься, тяжело. Но нужно вспомнить, что ты на поле битвы не один. Вспоминать о том, что есть у тебя. Ангелы, хранители, они нас хранят. И все у нас четко раздражают. И когда богатство приходит, тоже вспомнить, что ты не один. Сто процентов. И пользоваться этим. Да. И, значит, сегодня, кстати, вот интересно совпало сегодня. Сегодня по календарю церкви православной, сегодня память этого пророка Аввакума. Да. Как раз, значит, Аввакума, да, значит, праздник. И вот как раз именно Аввакум-то как раз и пророчествовал-то, что даже если в загоне не будет скота, значит, там овец, я и тогда буду славить Господа. То есть он, даже если будет очень тяжело, я все равно буду славить Бога. Да, вы прошли Бога, я не ты дудобно, спасибо вам. Да. Пусть Бог благословит вас, да. Благословение, благословение. Извинение тоже, потому что у меня на ночь, и все требует до дома. Расходим все. Ну, хотя давайте помолимся, наверное. Да, потому что тоже начнем. Адрюша, иди помолимся и подержи что-то. Где Маринка? А ну, позвей сюда дайте. Хорошо, что ты будешь.